Солидный возраст и богатый жизненный опыт точно не помеха для зрелого государственного деятеля. Яркий и легендарный тверской политик, дважды избранный в свое время народом, экс-глава Твери отмечает юбилей. Олегу Лебедеву 19 марта исполнилось 60 лет. Именно при нем столица Верхневолжья совершила заметный рывок в плане благоустройства, став на траекторию динамичного развития. Многие сегодня вспоминают те годы с ностальгией и отдают должное управленческим качествам нынешнего юбиляра, который, к слову, успешно реализовался и в новом качестве на ниве законотворческой деятельности. Олег Лебедев родился 19 марта 1964 года в Арзамасе Горьковской области в семье военнослужащего. Вскоре семья Лебедевых переехала в наш регион, поселившись сначала в Аржеве, а чуть позже обосновавшись в Твери, в Заволжье, на улице Скворцова-Степанова. В школьные годы в тогдашнем Калинине Олег Лебедев учился в математической школе номер 17. Уже тогда он проявлял лидерские качества и показывал хорошие успехи в учебе. Вспоминает его одноклассник, а впоследствии и соратник Юрий Ануфриев. Мы начинали общаться из первого класса. Человек всегда ставил высокие задачи и всегда стремился их исполнить. И у него это получалось. До восьмого класса, перед поступлением в военное училище, то это был один человек, начиная с училища военного, то это стал совершенно другой человек. Чётко, продуманно ставить задачи, выполнять их, стремиться к активной жизни. Олег Лебедев с детства мечтал пойти по стопам отца, стать офицером. И в 1981 году он поступил в Минское высшее инженерное Зенитно-ракетное училище противовоздушной обороны. С 1986 по 1992 годы служил в строевых частях Московского военного округа ПВО, откуда в 1992 году был переведён во второй центральный научно-исследовательский институт Минобороны России в Твери. Позже он ушёл в запас в офицерском звании капитана. В 2000 году началась политическая карьера будущего Тверского градоначальника. Он стал депутатом Тверской городской думы. А вскоре в 2003 году всенародным голосованием Олег Лебедев был избран главой города Твери. Стоит напомнить, что в начале 2000-х областной центр находился в очень тяжёлой экономической ситуации. Многие тверичане помнят постоянные перебои с водоснабжением и отоплением, заброшенные дворовые территории, не обновлявшиеся с советских времён, плохое транспортное обеспечение, разбитые дороги и, как следствие, массовый отъезд из города молодёжи в другие регионы. Невзирая на тяжёлую нехватку средств, молодой глава областного центра энергично и профессионально взялся за решение сотен нелёгких задач и смог добиться кардинального перелома ситуации, выведя столицу Верхневолжья в разряд городов-лидеров по социально-экономическим показателям. Вот как то время вспоминает тогдашний сотрудник администрации города Твери, работавший под началом Олега Лебедева Руслан Дзюба. Была очень сложная ситуация, когда он собрал своих сподвижников, он сказал, мы не сможем развивать город, пока не ликвидируем все долги. Это задача первого года. И через год долги были ликвидированы. Каждый год город становился всё лучше и краше. Очень много в этом плане играли встречи Олега Станиславовича с людьми. Поскольку вопросы благоустройства города всегда выносились на первый план, и спрашивал он за них, поверьте, очень жёстко, но справедливо. Информацию он брал из первых рук. А 2 декабря 2007 года по окончании первого срока на посту градоначальника Олег Лебедев снова участвовал одновременно в выборах главы Твери и выборах депутатов Госдумы. На выборах в Твери он получил рекордные для нашего города 70,3% голосов избирателей. И всенародно был избран главой города Твери на второй срок. На выборах в Госдуму Олег Лебедев баллотировался от списка «Единая Россия». По итогам выборов Лебедеву был передан мандат, но он отказался его принять. С июня 2003 года и по сей день Олег Лебедев реализует себя в представительной власти. Он продолжает свою карьеру в законодательном собрании Тверской области, где возглавляет постоянный комитет по экономической политике и предпринимательству. Многочисленные поздравления с юбилеем Олегу Станиславовичу направили представители культуры, науки, общественники и политики, среди которых известный в России государственный деятель, бывший заместитель председателя Государственной Думы России двух созывов Сергей Бабурин. Ценю как государственного деятеля, организатора, безмерно уважаю, принципиального, последовательного человека, который всегда живет, не замыкаясь в себе и в частных интересах, а заботится о своих земляках. Но, пожалуй, самой главной оценкой для управленца высокого уровня является признание народа. Дважды избранный на пост главы Твери Олег Лебедев оправдал кредит доверия тверичан. Люди в нем не разочаровались и до сих пор вспоминают, как расцвела Тверь под его управлением. Ой, Лебедев город в порядок привел. Порядок был в городе. Чисто, благоустроенно, да. Лебедев, дорожку к нашему дому, к слепым. Поэтому его запомнили то. Лебедев помнили. Шмидт вот взял, плиткой уложил. Была грязище. Сейчас пройти можно. Олег Лебедев навсегда связал свою судьбу с Тверью. Посвятил себя служению родному городу и тверичанам. В свои 60-е легендарный политик в прекрасной форме. И еще многое планируют сделать во благо столицы Верхневолжья. Медиахолдинг Тверской проспект присоединяется к поздравлениям в адрес, пожалуй, самого знаменитого Тверского градоначальника, который по сей день ведет активную деятельность на политическом поприще, защищая интересы тверичан.